Всем привет, ребята, добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет старая добрая распаковка бьюти-боксов. Я подписана на два бьюти-бокса Ipsy Glam Bag Plus, тот самый, который стоит 25 долларов, и мы должны получить 5 полноразмерных продуктов. И также я подписана на базовый бьюти-бокс от Box Charm, который стоит тоже 25 долларов, и мы должны получить также 25 полноценных продуктов. И да, я обожаю бьюти-боксы, я делаю распаковку каждый месяц, поэтому если вам нравится распаковка американских бьюти-боксов, то ставьте лайк, оставляйте комментарии, и давайте уже перейдем к распаковке. Небольшой спойлер, я подсмотрела, что в бьюти-боксе от Ipsy, поэтому это не будет прям, знаете, первые впечатления. На самом деле, мне кажется, Ipsy в последнее время меня как-то больше восхищает, чем Box Charm, это странно. Итак, вот таким образом выглядит сумочка за этот месяц, очень базовый цвет, мне нравится, и здесь мы видим надпись Stay Golden, интересно. Первое, что мы видим, это умывалка от Chorus, мне эта умывалка очень-очень нравится, я ее обожаю, я покупала даже полный размер, шикарно пахнет, такой, знаете, аромат греческого йогурта. Она очень вкусно пахнет, такой аромат, который хочется, чтобы оставалась у тебя на лице, но это всего лишь умывалка. И это полный размер, естественно, мы получаем 150 миллилитров, мне кажется, мы начали очень-очень даже хорошо. Далее, когда я открыла этот бьюти-бокс, первое, что я видела, собственно, что сподвигло меня посмотреть, что же в нем, это патчи от Wonder Beauty. Я бы, наверное, не обратила на них внимания, но мой муж обожает эти патчи, он недавно сказал мне, Юля, закажи эти патчи на Sephora. И я заказала вот такие патчи, потому что это то, чем мы обычно пользуемся, и в этом бьюти-боксе мы получили патчи в таком цвете коробка. В принципе, они, мне кажется, одинаковые, они идентично выглядят на глазах, но прикол в том, что эти патчи стоят 25 долларов в Sephora, ну плюс налоги, да, это может 27 долларов. Этот бьюти-бокс от Ipsy стоит 25 долларов, и мы нашли в этом бьюти-боксе патчи за 25 долларов, это, мне кажется, победа. То есть, по сути, эти патчи плюс умывалка, они уже сделали этот бьюти-бокс от Ipsy стоящим. В этой коробке мы получаем 6 патчей, мы уже использовали 2 из них. Я не знаю, как это возможно, но они работают, хоть я, по-моему, видела на Nordstrom, отзывы были не очень хорошие, там типа 4 звезды на эти патчи. Но прикол в том, что каждый раз я использую эти патчи от Ipsy, я вижу результат, моя зона под глазами становится, ну, прям более гладкой, как будто бы уходят все эти круги под глазами, что странно, потому что они такие хорошие отзывы на него. Мы получили эти патчи, и патчи это очень классная вещь, потому что, мне кажется, патчи закачиваются очень быстро, и это тот компонент, который приятно получать в бьюти-боксах, очень рада, как вы можете видеть. Итак, далее мы видим крем для рук от бренда Glow on Beauty. Я ни разу не слышала об этом бренде 100%, но мне кажется, мне как раз-таки нужен крем для рук. Многие говорят как? В бьюти-боксах, неважно, это Ipsy или BoxHR, всегда должен быть этот самый баланс между уходом и косметикой. Все, что мы пока получили, это уход, а не косметика, именно поэтому многие говорят, что Ipsy сдает свою вот эту вот былую какую-то славу, потому что они не кладут так много косметики, как они это раньше делали. И да, вот таким образом выглядит крем, мне нравится, что он travel friendly, не такой большой размер, потому что у меня есть крем от Ahava, и он прям огромный, а это что-то очень мониторное, это классно. Вообще, даже почти в нем запаха нет, ну такой слегка-слегка что-то я чувствую в этом креме, но не очень сильно, но здорово, крем это всегда, мне кажется, что-то нужное. Дальше что я вижу? Мы нашли что-то от Fenty, вот это шок. Нам прислали оттенок Unlocked, такой яркий цвет фукси, как мне кажется. Это невероятно яркий оттенок помады. У меня ни разу не было помады от Fenty, это странно, но ни разу. Блески, да, вот именно помады нет. Пахнет очень приятно, естественно, такой аромат ванили. Мне будет очень приятно, ребят, если вы скажете мне вообще, какова формула помад от Fenty. Я слышала, что помады от Fenty, они хорошие, но могут быть очень высушивающими на губах, они могут сушить очень сильно. Но оттенок, мне кажется, он не какой-то, знаете, такой странный, который обычно кладут в бьюти-бокс, особенно в российский бьюти-бокс. Я смотрела пару распаковок от Red Autumn, иногда оттенки помад там кладут не прям вау. Далее мы видим увлажняющий крем от Juice Beauty с SPF 30. Увлажняющий крем, то есть он без масел каких-либо. Вот таким вот образом смотрится упаковка. Вы знаете, ребят, Juice Beauty напоминает мне о том времени, когда я была на Филиппинах. Я туда путешествовала в Сингапур, потому что это очень близко. И тогда у меня были проблемы с кожей, то есть у меня было большое количество высыпаний. Я каждый раз искала какой-то бренд, который бы помог мне избавиться от этой проблемы. И я помню, я нашла в каком-то из магазинов набор Juice Beauty, и он был как раз-таки против пятен. И я пользовалась этим брендом очень долго. Ну, помню я, если честно, был ли какой-то результат или нет. Сейчас, когда я здесь живу, я вижу Juice Beauty, и я думаю про себя, а может купить это и попробовать, потому что у меня такие воспоминания об этом бренде. Мы были на Маниле, вот именно Манила, там вот прям ощущение такое, что ты находишься в Штатах. Там очень американизированная обстановка, как мне показалось. Вот это у меня такие ощущения от Манилы. И вот таким образом выглядит наш Moisturizer увлажняющий крем. Я, если честно, была в поиске хорошего увлажняющего крема, и я думаю, что этот крем, он пока запакован. Не буду, наверное, открывать его пока, но я рада, что я нашла этот крем, этот бренд снова. Он ко мне пришел, и я в нетерпении попробовать его в скором времени. Получается это все, да, мы нашли нашу карточку. К большому сожалению, Ипси не пишут, сколько что стоит. Бокси Чарм пишет, но здесь мы видим, в общем, тематику этой коробки. И, кстати, небольшой спойлер-алерт. В месяце августа у Ипси будет коллаборация их бьюти-бокса с Хелси. Это та девушка, которая выпустила недавно свой бренд косметики. И я в очереди на этот бьюти-бокс с Хелси, поэтому мы откроем вместе с вами, когда они отправят мне этот бьюти-бокс, и посмотрим, что же она там положила в бьюти-бокс в коллаборации с Ипси. Мне кажется, что это очень даже неплохое наполнение для месяца июля. Ну, не знаю, мне все нравится, начиная от этих патчей, заканчивая кремом, который я всегда хотела попробовать. Помада от Фэнси, почему нет? Умывалка для лица, которая мне нравится. Крем для рук, это всегда хорошо в хозяйстве, так сказать. Итак, в этом месяце со всеми продуктами, которые мы получили, наполнение нашего бьюти-бокса было бы 111 долларов 2 цента. И мне кажется, это немного меньше, чем их обычная себестоимость бьюти-бокса. Обычно это где-то около 140-150 долларов, но мне кажется, это неплохо, потому что все продукты, которые мы получили, они мне уже нравятся. Давайте перейдем теперь к бьюти-боксу от Боксичарм. Вот таким образом выглядит бьюти-бокс от Боксичарм, и давайте приступим. Я не знаю почему, но мне кажется, этот бьюти-бокс может разочаровать меня просто даже по размеру, как он смотрится, как он выглядит. И вот таким образом выглядит карточка за этот месяц, и тема этой карточки называется Фантазия. Как Фантазия, Си, как море. Интересный игрослов. Первое, что я вижу, это увлажняющий крем от бренда Мат Маски. Да, это же крем. На самом деле я не права, это вообще сыворотка для зоны под глазами. И я получала этот бренд в одном из бьюти-боксов также, но крем, который я получила, он именно для зимнего времени года. Но это сыворотка для зоны под глазами, она с витамином С. Давайте посмотрим, что нам пишут о нем. Я точно знаю, что этот бренд, он не очень дешевый вообще ни разу, и он стоит 63 доллара, если покупать его отдельно. Мне кажется, иногда они кладут такие странные бренды, которые стоят там 100 долларов, но по факту ты думаешь, а кто покупает это? Тем более, это не такой известный бренд, понимаете? И нам пишут, что это шикарная сыворотка, которая 10 раз тоньше, чем кожа на всем лице. Окей. Если коротко, то эта сыворотка будет с первыми признаками старения, с морщинами, и также содержит антиоксиданты, идеально для любого типа кожи. Я, если честно, не знаю даже, буду ли начинать пользоваться этим, потому что я не могу сказать, что я была большой фанаткой той сыворотки под глазами вот этого бренда. Но мы посмотрим, посмотрим, потому что я хочу сначала все изучить, а потом уже понять, стоит ли этим начинать пользоваться, или я могу это дать друзьям и родным. Далее мы видим карандаш для бровей от бренда Billion Dollar Browse. Мы уже получали что-то от этого бренда в одном из бьюти боксов, и я не помню, понравилось ли мне или нет, потому что мне кажется, что цвет был не прямо моим самым идеальным цветом. Так, и стоит это у нас знаете сколько? 16 долларов за карандаш. Окей. Цвет толповый. Тот оттенок, который должен подойти всем. По идее. Да, он немножко темноватым смотрится, мне кажется, а возможно, и он не будет смотреться темноватым. Мой самый любимый карандаш сейчас, это карандаш для бровей от NYX. Вот он как раз-таки не темный, не светлый, что-то посередине этот, мне кажется, возможно, будет слишком таким графитным для меня. И, в общем, да, карандаш для бровей круто. Дальше я вижу что-то блестящее, и это хайлайтер от Grande Glow. Я сейчас попытаюсь объяснить концепт этого продукта. В общем, когда вы наносите блеск с ментолом на губы, ваши губы, они увеличиваются. То же самое, тот же самый концепт и у этого продукта, то есть он должен увеличивать ваши щеки. Это интересно. Никогда не слышала о таком продукте. Очень интересно, как он будет вообще действовать. Он что, действительно даст мятную сенсацию какую-то? В принципе, цвет очень даже хороший. То есть он не какой-то слишком желтый или слишком белесый. Смотрится хорошо. Я обязательно погуглю и посмотрю, что вообще говорят о продукте этом. Но сейчас, мне кажется, я начинаю чувствовать холодок этот. Интересно. 25 долларов за этот продукт. И, в общем, когда я говорила о холодке кожи, этот продукт, он вообще должен как бы сделать эффект подтяжки на вашем лице. То есть подтянуть кожу. Мне кажется, это очень интересный концепт. И очень интересно посмотреть будет, насколько я буду чувствовать холодок на своем лице. Дальше. Я вижу два последних продукта, которые у нас остались в этой коробке. Первое, что меня заинтересовало, это бренд Alamar Cosmetics. Я давно была заинтересована в покупке чего-то от этого бренда, потому что я слышала много хорошего о их качестве. И, знаете, очень смешно, но именно этот продукт был продуктом на выбор. И я точно помню, что я не увидела сообщений на своей почте в прошлом месяце, чтобы выбрать продукт на мой выбор для этого месяца. И я была удивлена сейчас увидеть этот продукт, потому что это то, что я определенно хотела бы получить в своей коробке. И это получила палетка с пудрой под глазами, для того, чтобы наносить ее под глаза, бронзером и также хайлайтером, я так понимаю. Окей. Честно, я не знаю, насколько эта палетка прям супер пройдет моему тону кожи. Возможно, это будет слишком светлым на мне. Я все-таки хочу попробовать вот этот оттенок. Возможно, это будет идеально на моей коже смотреться. Но пока что, если честно, не уверена, то ли это, что мне нужно для моей коллекции. Возможно, я это отдам коммунистерства отственников. И последнее, что мы здесь видим... Ой, подождите. Цена. Сколько это у нас стоит? Это важно. 25 долларов, да, в принципе, это обычная цена для этого бренда. Последнее, что мы видим, это тритмент для кожи головы от бренда The Lifestyle Los Angeles. Ни разу не слышала об этом бренде. Я сразу вижу надпись Cruelty Free. Окей. Вот таким образом это выглядит. Сыворотка для кожи головы. Интересно. Если не ошибаюсь, этот продукт стоит 79 долларов. Здесь написано, что это нужно наносить уже после принятия душа, до того, как вы... Будете заниматься укладкой волос. Ингредиенты в этой сыворотке для кожи головы очень хорошие. Масло Нима, органовое масло и также масло миндаля. Вот. Прикольно. Вы знаете, пока что первые впечатления у меня об этом бьюти-боксе, боксе Charm, это то, что они решили просто положить туда продукты, у которых высокий ценник, да, там 79 долларов, потом 60 с лишним. Как бы, да, у них высокий ценник, но сколько они хороши для тех, кто подписался на бьюти-бокс ради того, чтобы делать коллекцию косметики больше, да. И да, мы получили один продукт в качестве косметики. Это круто. Ну, получается два продукта. Хайлайтер и эта палетка. Но все остальное это уход за кожей. А, извините, я забыла про карандашный глаз также. Поэтому не знаю, насколько я в таком большом восторге от именно боксе Charm. Давайте посмотрим на цены, сколько бы стоило наполнение этой коробки, если бы мы покупали все это по отдельности. Общая сумма получилась 208 долларов. И да, мне будет очень интересно узнать, каковы ваши мысли о наполнении бьюти-бокса боксе Charm. Сколько я уже распаковываю эти бьюти-боксы, ну, месяца 3-4. Мне кажется, когда я подписалась на Ipsy Glam Bag Plus, у меня наполнение стало больше гораздо устраивать, чем когда я была подписана просто на обычный базовый бьюти-бокс от Ipsy. В данный момент я также думаю, что если я не буду подписана на боксе Charm, да, я могу просто зайти в Sephora и купить что-то, что я хочу. И я буду знать, что я буду этим пользоваться. Мне также не нравится тот факт, что я складирую макияж, а потом мне нужно будет пересылать его своим родственникам в Россию. Поэтому если вдруг я в скором времени подумаю отписаться от какого-то из них, то это определенно будет, скорее всего, боксе Charm. Хоть мне немножко огорчает тот факт, что если вы отписываетесь, то тогда вам, получается, нужно будет ждать своей очереди, чтобы опять подписаться на них. Это очень такой интересный концепт. Поэтому да, ребят, такая на сегодня распаковка была. Мне кажется, что победителем 100% была коробка от Ipsy Glam Bag Plus. Хоть там и было чуть больше ухода, тем не менее наполнение оно круче. Дайте мне знать, ребят, что вы думаете в комментариях. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и прекрасно провести эти выходные. Ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok